Чёрный лебедь С первым 23-го года, когда мы готовили сезон, мы пообщались с Евгением Широковым, кандидатом физико-математических наук, доцентом и замдиректора Института ядерной физики МГУ. Часть записи мы не использовали в нашем сезоне, но нам показалось, что в неизданном разговоре есть много интересного, чем бы нам хотелось с вами поделиться. Мы поговорили о том, как научный прорыв привёл к военному преступлению, об изобретении ядерного оружия в Манхэттенском проекте и моральной стороне вопроса. Здравствуйте, Евгений Вадимович. Расскажите, пожалуйста, как мир пришёл к открытию атома и атомной энергии? Что вообще из себя эта энергия представляет? Ну вот я специально ждал, что вы сейчас скажете это слово, и очень здорово, на самом деле, что вы его сказали, потому что это, как я недавно говорил, ошибка, которая всегда с нами. Никакого отношения к атому то, о чём мы будем с вами говорить, не имеет. Связано это было с той последовательностью, в которой происходили открытия физики микромира. Вообще физика микромира — это 20 век, потому что, собственно, в 900 году Планк предлагает гипотезу кванта, и как бы всё это началось. И очень долго в течение 20 века, по сути, первые четыре десятилетия, было непонятно, какие объекты что внутри определяют. Ну, начнём с того, что это невидимая физика абсолютно. Когда мы опускаемся на уровень атома, мы перестаём видеть объекты. Так устроен мир, так устроены световые волны, с помощью которых мы воспринимаем 90% всего окружающего мира. Поэтому первые вот эти вот четыре десятилетия фактически прошли в попытках узнать, а что внутри находится, что находится на вот этих вот невидимых уровнях материи. В 19-м году Резерфорд проводит первую ядерную реакцию. становится понятно, что вот на уровне внутри атома что-то происходит. Уже идут разговоры об атомном ядре, но серьёзно об этом начинают говорить только в 30-е годы. В 1931 году задаётся вопрос, есть ли ядро есть, из чего оно состоит, и возникает протонно-нейтронная модель. И в 1935 году Юскава говорит о ядерных силах. То есть на самом деле вот к этому моменту только формируются первые представления о том, что в атоме действительно есть центральный потенциал, есть ядро, и это ядро, оно очень интересное и очень сложное. До этого времени вообще слово «ядерный» не произносилось. 1935-1936 год — это первые ядерные модели. Это физика, которая была доступна исключительно специалистам, потому что для широкой общественности это не показывало силу сложности, и слово «атом» продолжало оставаться. Но для специалистов было понятно, что атом тут уже ни при чём, что есть его центральная часть, очень маленькая, вот стандартные модели атома, которые мы можем везде увидеть. Это, как Эфирм говорит, что это некая такая мистификация, потому что там везде такое ядро здоровое в центре. Оно примерно 10-20 тысяч раз меньше, чем атом. Первые эксперименты, которые пытались проводить с ядром в 30-е годы, показали, что атомные подходы здесь использовать совершенно невозможно. Ядро абсолютно отличается от атома. Это заряженный, очень капризный объект, очень сложный. Мы знаем, что в таблице умножения 118 элементов 3,5 тысячи атомных ядер на сегодняшний день. И ещё где-то порядка 4 тысяч ожидают своего открытия, обнаружения. Вот это, собственно, только всё начали узнавать. Да, очень любят очень часто приводить пример. Там Артур Комптон, нобелевский лауреат, вдающийся учёный, сказал в 32-м году, что ядро ещё покажет себя, и оно таит в себе много-много чего интересного. Но это вот всё были вот такие, надо сказать, концептуальные такие заявления, что, наверное, раз вот мы атом расковыряли, то и ядро, наверное, может расковырять. И расковыривание ядра — это осень 38-го года. Если говорить о начале 30-х годов, то какие тогда виделись перспективы? Сейчас это довольно неочевидно, ведь в тот момент открылась целая научная область. Вот просто другая наука, другая физика появилась. Как рассчитывали это использовать, и почему такие деньги выделялись на абстрактные эксперименты? Ну, на самом деле, это неправда. Первый проект, на который действительно выделились деньги, — это Манхэттенский. И до этого момента всё шло очень спокойно. В 20-е годы учёные — это были такие чудаки. А вот дальше происходит очень интересный момент. На рубеже 20-х, 30-х годов становится дико популярно это. Во-первых, конечно, это было связано с серией открытий. Во-вторых, это было связано с тем, что 20-е годы — это начало первого практического, достаточно широкого применения многих вещей. Во-первых, знакомство с радиоактивностью. 20-е годы в этом плане были очень странные, когда радиоактивность была очень модная, и там всевозможные звёзды спорта, эстрады, кино пили разведённый ради, чтобы улучшать своё состояние. То есть это было удивительно, потому что до этого никто не думал, что такое есть. Допустим, уран был хорошо известен, урановое стекло делали очень активно, и вдруг оказывается, что вот он источник каких-то частиц, там частицы какие-то вылетают, и смотрите, вроде бы даже можно их увидеть. Поэтому вот рубеж 20-30-х, я бы не сказал, что здесь какие-то безумные инвестиции и безумные вложения на государственном уровне. Это как раз произойдёт позже. Очень интересно, кстати, вот когда началась работа над созданием уже устройств технологических, очень интересно, что многие люди, допустим, военные, относились к этому очень спокойно. То есть, ну, что там какую-то ерунду там придумали? Вот там вот самолёт, который на 15 километров может взлететь, вот это круто. Или там танк размером с дом, который не пробьёшь никаким снарядом, вот это круто. А что-то какая-то бомба, что-то придумали какие-то, вот эти очкарики. Очкарики были как раз милитаристами. А военные не то, что, конечно, были пацифистами, но они равнодушно к этому относились. То есть, действительно, период очень интересный. Вот это вот начало 30-х годов. Действительно, очень всё модно, модное исследование, и потом, позже, это всё как бы закончится. В какой именно момент становится понятен масштаб бедствия? После 38-го года? Значит, немецкая научная школа, которая началась с Планка, он не понял, кстати, что он сделал, потому что Планк открыл действительно гигантский пласт новой физики, а он до конца жизни считал, что он решил частную задачу. И 38-й год Ганн и Штарасман, два физика, они занимаются исследованием воздействия нейтронов с низкими энергиями. Нейтрон уже был известен, всё открыто благополучно на ядро урана. И вдруг они обнаруживают барий. Это ядро, которое стоит в середине таблицы Менделеева, то есть непонятно, что произошло. Как будто на две части развалилось. При этом, когда они повторяют эксперимент, они действительно наблюдаются ядра среднего веса, и рассчитывая по тем весьма примитивным первым формулам, которые были получены в середине 30-х годов, они понимают, что выделяется огромное количество энергии при этом. Вопрос о применении. Вот тут вот очень часто тоже есть непонимание. То, что наблюдается в экспериментах, это абсолютно микроскопическое выделение энергии. Это ничего вам не нагреет. Даже чайную ложку вы не нагреете ни с чем. Но гигантское количество вещества, когда у вас вступает вот в это, то, естественно, выделение энергии тоже огромное. И первая мысль, которая есть, это что-то из этого можно сразу извлечь. Было ли сразу понятно, что эти исследования имеют потенциал в смысле создания вооружения? Был понятен ученым автоматически. Первое предложение, 39-й год, урановая бомба, встречается в научных статьях. Больше никто на это не обращает внимания. Вот в чем интерес. То есть вот это вот потрясающее совершенно открытие, которое изменило мир во всех смыслах, оно вообще могло пройти незамеченным, если бы это был не 39-й год. 1 сентября, начинается Вторая мировая война, и, естественно, все державы, которые потенциально или уже вовлечены, они задали вопрос, что мы можем из этого извлечь. И первой стороной, которая вот оказалась первой в этой гонке, стали Соединенные Штаты. Почему Соединенные Штаты? Тут вообще все абсолютно объективно. Во-первых, это страна, на территории которой не велись военные действия. Если даже Англия подвергалась обстрелам, то Соединенные Штаты были абсолютно лишены этого. Второе, все-таки то, что в таких условиях они в значительной степени накапливали потенциал, а не совсем его тратили. Третий очень важный момент – это перед Второй мировой войной они аккумулировали огромное количество ученых, которые уехали из Европы, недовольные режимами в Германии и в Италии. Собственно, вот все эти ученые, они, естественно, обеспечили прорыв, потому что было создано большое количество научных групп, которые работали вместе. И мозговым центром в данном случае служил как раз Роберт Юлиус Оппенгеймер, который имел уже опыт и работы и как ученый. Он занимался ядерной химией очень активно. И одновременно он имел организаторский определенный талант, потому что здесь нужен был человек, который не просто там сидит и что-то там пишет на бумажке, но и который способен собрать вот ту информацию, которая есть. Еще один человек, о котором обязательно надо, конечно, сказать, если мы говорим о Манхэттенском проекте, это генерал Лесли Грофс. Человек, без которого проекта не было, потому что это был как раз один из тех военных, кто понял важность всего этого. Правильно ли я понимаю, что преимущество американцев было скорее в технологии, а не в научных открытиях, в том, что работа была крайне хорошо организована? Да, безусловно, безусловно. В этом плане в Штатах только начала тогда формироваться научная школа, поэтому в значительной степени все, конечно, сделали понаехавшие. То есть вот те, кто приехал из Европы, в значительной степени они работали. Но Манхэттенский проект, безусловно, именно в плане менеджмента он был очень хорош. Вопрос был, а почему у немцев не получилось? А потому что помимо очень мощного вот такого вот научного потенциала, всего остального было мало. Во-первых, очень скоро выяснилось, что этот проект должен выйти из лаборатории и перейти уже в технологическую и в промышленную часть, что нужно большое количество веществ, что нужен вполне определенный изотоп, уран не так прост, как кажется. Это нужно было понять. Именно доступ к большому количеству материалов у Германии был не такой широкий. Второй момент — это, конечно, воюющая страна. Причем активно воюющая. Ну и третий момент — немцы не учли некоторых вещей, и это, конечно, удивительно. При вот очень хорошей такой научной школе, что они не смогли учесть неких вещей, связанных, например, взаимодействием нейтронов, потому что они вот буквально до весны 45-го года, им было непонятно, что нейтроны надо замедлять, потому что тогда при этом будет вероятность очень большая захвата, и у вас все взорвется в итоге. Вот этого они не поняли до самого конца, то есть вот сочетание нескольких факторов, ну, просто показывает одно, что если ты очень умный, и все, ты все равно не можешь слишком многое. Тут должно быть сочетание и грамотного менеджмента, и хорошего финансирования, и действительно умных людей. Вот американцам все это сложилось, и в декабре 42-го года на окраине Чикаго запускается первый реактор. Это был первый шаг к тому, чтобы посмотреть, а как выделяется энергия, но на самом деле это был первый шаг и к мирной энергетике гражданской, потому что сейчас основная масса реакторов в 90 с лишним процентов это то, что называется неправильно атомная электростанция, они должны быть ядерными. Что вообще из себя представляет атомная бомба? Как она работает? Если совсем коротко, то следующее. Это устройство, которое заключает в себе основной ядерный заряд. Он может быть изготовлен из урана-235-го. Это один очень небольшой процент в естественной смеси. Именно для того, чтобы его стало много, необходимо выполнить процедуру обогащения. Сейчас это газоцентрифужный метод, который в нашей стране как раз был предложен. Он везде сейчас используется. Вот вы набираете определенное количество этого вещества, а дальше происходит следующее. Если у вас достаточное количество вещества собрано, то у вас происходит один-единственный акт деления этого ядра само по себе внутри. Если вы сделали чистое вещество, то всё устроено так, что если вы никак не останавливаете эти летящие нейтроны, они в течение очень короткого времени разделят у вас всё это количество. Соседи делятся, потому что при делении несколько нейтронов освобождаются, они начинают делить соседей, те соседи, те соседи. Происходит то, что называется неуправляемая реакция, которая ведёт ко взрыву. То есть вот это вещество в специальном контейнере, оно должно быть всё разделено на мелкие части, потому что в мелких частях если что-то даже произойдёт, то у вас всё поглотится и ничего не будет. А в нужный момент оно помещается в оболочку, в нужный момент происходит обычный взрыв, который соединяет все эти части вместе, и дальше у вас происходит цепная реакция и сам взрыв. То есть в данном случае для детонации необходим взрыв? Да, 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 да. Обязательно должно быть. То есть нет, ну вы можете сразу взять там как-то их сложить аккуратно, но это будет не бомба, а в некотором смысле какое-то такое орудие такого суперсамоубийца. А это всё делается именно так, чтобы сначала была старая схема, так называемый пушечный тип, брался очень длинный туннель, как бы, в него вставлялись вот эти мелкие, как раз, части из Урана-235-го, потом происходил подрыв, они все летели по этому туннелю, сцеплялись вместе, в конце тоже оставлял небольшой кусочек, всё, критическая масса, и происходит взрыв. Это довольно простая вещь, более того, это вещь совершенно, которую можно там показывать там на лекциях, сейчас она абсолютно не секретная. Разумеется, в 40-е годы это был везде топ-сикрет, но тем не менее, вот сейчас это довольно просто и довольно понятно. То есть, самое главное, это чтобы у вас было очень чистое вещество, или определенный изотоп урана, или искусственно полученный плутоний, вы соединяете его вместе в нужном количестве, повторяю, это немалая масса, и происходит взрыв. Во всех остальных ситуациях у вас ничего этого не будет. То есть, если хотя бы одного из этих компонентов не будет, то взрыв не произойдет? Да, даже если нет одного из этих факторов. Поэтому, если у вас, например, нечистое вещество, то взрыва не будет никогда. Именно поэтому та смесь топливная, которая используется в ядерных реакторах, иногда вот можно встретить там у неграмотных людей утверждение, что вот если вот регулирующие стержни в реакторе убрать, то будет ядерный взрыв. Никогда не будет ядерного взрыва. Будет перегрев до очень высокой температуры, у вас может произойти там критическое разрушение. Мы, к сожалению, это дважды уже видели в истории ядерной энергетики. Это 86-й год и 11-й год. С проплавлением, как в Фукусиме, например, так называемый китайский синдром, с проплавлением грунта и с всякими неприятными последствиями, но никакого взрыва там не будет. Можно ли сказать, что кто-то из физиков, кто отказался от участия, предрекал трагические последствия? Например, про Эйнштейна говорят очень разные вещи. Про Эйнштейна действительно говорят очень разные вещи, но здесь ситуация следующая. Дело в том, что если мы посмотрим на биографию Эйнштейна, при всем очень уважительном к нему отношении, это, на мой взгляд, я бы так сказал, ну, чересчур перегружена медийная личность. Он стал в некотором смысле символом, но если мы посмотрим с вами на поздние, допустим, работы там, 40-е, 50-е, 30-е годы, то, ну, никакого, что называется, никакой полезной нагрузки. Поэтому сказать, что если бы Эйнштейн, например, участвовал в Манхэттенском проекте, то там бы все бы, всех бы дым бы из ушей шел, я не могу. Это был, скорее, такой же человек-символ к тому моменту. То есть в Манхэттенском проекте участвовали реальные люди, реальные физики, которые вносили вклад или как теоретики, ну, например, я могу назвать фамилию, которая очень для многих неожиданно, что человек участвовал, это Ричард Фейнман, известный человек, своей преподавательской деятельностью, своими диаграммами, своим вкладом в теоретическую физику, тоже Нобелевский лауреат создание квантовой электродинамики. Он участвовал в Манхэттенском проекте. Тот же Комптон, который уже был Нобелевским лауреатом и с конца 20-х годов был очень известный человек, он тоже участвовал в Манхэттенском проекте, потому что они все могли что-то внести. Глен Сиборг, человек первый, который получил при жизни именной химический элемент. Он первооткрыватель плутония, он тоже очень активно занимался ядерной химией, ядерной физикой. Теллер, конечно, безусловно, вот Эдвард Теллер это такой антипод Оппенгеймера, потому что Оппенгеймер там потом плакал и говорил, что вот там грехи ученых, а Теллер говорил, мы вообще все сделали правильно, потому что если мы это все не сделаем, мы вообще все по-русски бы говорили бы. Вот известная его фраза. Глядя из сегодня, как вы оцениваете моральную сторону вопроса? Мне в этом плане ближе всего то, что сказал Сиборг, Глен Сиборг. Он сказал буквально следующее. Наука не бывает плохой или хорошей, а последствия того, что она делает, зависит исключительно от того, в чьи руки она попадает. Но ведь Манхэттенский проект был напрямую связан с Министерством обороны. Безусловно. Создание оружия. Но проблема заключается в том, что если мы с вами посмотрим, то совершенно неожиданно мы обнаружим, что за вычетом Хиросимы и Нагасаки мы обеспечили довольно устойчивый мир. Естественно, локальные войны были. Но благодаря наличию ядерных щитов у ядерных держав мы обеспечили отсутствие вот этого глобального конфликта на протяжении более семи десятилетий. Это совершенно беспрецедентно в истории. Если мы посмотрим, как Фош сказал после Компьенского соглашения в 18-м году, что это не мир, а перемирие на 20 лет. Прямо вот с точностью до года угадал. Действительно, через 21 год начинается снова мировая война. И, безусловно, прецедентов было достаточно. Даже Корея, 50-е годы, Ближний Восток, потом Вьетнам начинается. А отсутствие ядерного оружия бы 100% перевело бы это в некую мировую бойню. Ничего этого не произошло. И в значительной степени действительно вот тот термин, который очень часто применяется в ядерном оружии, страж мира, неожиданный такой термин, да, он есть. Это мы еще про ядерную энергетику ничего не сказали. Поэтому вот нельзя сказать, что ученые такое сотворили, вообще какие же мерзавцы. На самом деле, если посмотреть с другой стороны, обеспечено действительно совершенно другое лицо мира. Что видит, слышит и чувствует человек, который находится в непосредственной близости от взрыва? Как это выглядит? Ну, во-первых, я могу сказать следующее. Вот из того, что я слышал от коллег, которые наблюдали ядерные испытания, первое воздействие это психологическое. Именно поэтому, да, до 56-го года практиковались проводы воинских частей во время учений через эпицентр ядерного взрыва. Вот на самом деле такое было. Почему это делали? Это не изуверы какие-то. Это настолько потрясающе совершенно производит впечатление, что человек после этого может находиться в таком парализованном состоянии буквально. И вот для этого именно делалось, что, словно говоря, вот мы начинаем военные действия, тут ядерный удар наносится, чтобы все вот не стояли, вот как и сам нам было, а продолжали там воевать. Надо проверить, насколько это можно. Поэтому вот эти вот очень часто действительно встречающиеся рассказы, что какие-то странные эффекты, они, конечно, связаны в первую очередь с воздействием. Первый взрыв, маломощная бомба по нашему современному представлению. И уж Аппенгеймер говорит «so wonderful», говорит он, да потрясающе, да потрясающе. Удивительно, восхитительно. То есть это действительно очень красивые вещи. И если посмотреть даже хронику на плохой пленке 50-е годы, тем не менее видно, что это восхитительное совершенно зрелище. Собственно, ведь был же очень большой период подземных испытаний. Тогда детально наблюдали, а что, собственно, происходило. И там, в общем-то, всё, что называется, по физике. В центре идёт зона плазмы, где полностью ионизованное вещество, слишком большая энергия. А дальше просто идёт обычный термический разогрев. То есть идёт обычный вот эти вот процессы как раз поглощения в среде. Начинается просто разогрев, начинается перепад давления, из-за этого возникает очень мощная ударная волна и так далее, и так далее. Как раз первые идеи были, что это будет очень мощная бомба. Никто там не говорил про гамма-излучение, про то, что останется. Все говорили, очень большая мощность. И вот действительно получили очень большую мощность. И последний вопрос. После взрыва в Хиросиме в городе остались так называемые чёрные тени, силуэты людей и предметов. Какова их природа? Ну, эффекты совершенно обычные. Действительно, можно себе представить, что при очень быстром испарении в центре такое можно себе представить, потому что там температура, ну, в эпицентре это миллионы градусов. Действительно, при практически мгновенном испарении может быть эффект, как на фотоплёнке. Засветили, после этого тело, естественно, просто испарилось, а вот отпечаток остался. Такое можно себе представить, поэтому это не чудо никакое, это вполне физические себе процессы, потому что мы не можем вообще себе представить температуры, вот кроме ядерного взрыва. Все остальные, то, что мы получаем даже вот в специальных лабораторных условиях, ну, 15-20 тысяч градусов, это максимально, что можно действительно получить в таких вот в обычных условиях. Там это буквально звёзды, вот звёзды зажигаются, вот в звёздах такая температура. Евгений Вадимович, спасибо большое, что поговорили с нами. Это был подкаст «Чёрный лебедь». Послушать второй сезон, в котором мы подробно говорим о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, вы можете на всех доступных подкаст-площадках. Ссылка в описании. Над этим выпуском подкаста работали ведущая Лиза Лазерсон, продюсеры Глеб Вадеев и Алёна Филькина, звукорежиссёр Тимофей Сулимов, композитор Полина Бирюкова. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова